Всем привет! Вы на канале Лозница. Мне очень приятно, что вас заинтересовала эта прическа и вы зашли посмотреть это видео. Хочу вам пожелать сразу хорошего настроения и вдохновения и хочу показать сегодня вот такую вот крутую прическу. Она мне очень понравилась и сейчас мне реально жалко распускать манекен, но придется, так как нужно снимать для вас новое видео. Итак, манекен я помыла, высушила. На нем нанесен только спрей-воз, который я показывала в прошлом видео и больше ничего. Я сделала ровный пробор и отделяю от него до височных впадин вот такие вот части волос. Две прядки. Они сейчас мне не понадобятся. Вы можете их заколоть или просто оставить, чтобы они не мешали. Дальше все волосы сзади я аккуратненько зачесываю, собираю в хвост. Как раз таки на этой прическе я и буду тестировать этот спрей-воз, который я сделала сама. Кто не видел еще это видео, я оставлю в конце. Вы сможете нажать или в описании ссылочку найдете. Я мастерила сама спрей-возг. В общем, если интересно, зайдете, посмотрите. Пока волосы я не завязала, я держу их в руке, чтобы было удобно вытягивать прядки. Потому что потом могут вытягиваться петухи. Когда уже я сделала ребрышки, я завязываю хвост и поправляю уже ребрышки. Работаю уже с лаком. То есть, окончательно их фиксирую, укладываю так, как мне нравится. Теперь переходим к самому интересному. Будем оформлять пучок. Я отделяю вертикальными проборами прядки от хвоста. Сбрызгиваю прядку с двух сторон спрей-возгом, но немного. И немножко взбиваю ее. Это нужно для того, чтобы волосы между собой сцепились и у нас прядка держала форму. Теперь я беру зажим. Он у меня маленький. Если у вас есть побольше, то будет лучше. Устанавливаю его на самом начале пряди. Таким образом вы сможете ее расширить и она у вас не будет сужаться. То есть, вы сможете сделать вот такую вот пластину из волос. Далее я просто побрызгиваю на прядь лаком по чуть-чуть. И продуваю, чтобы лак сразу высыхал. То есть, не делаю прядь мокрой, а поробрызгиваю, продуваю. И проглаживаю, чтобы прядка стала немного дубовая. Отделяю также вертикальным пробором следующую прядь. Я взяла немножко пудры, чтобы лучше сцеплялся начес. Также немножко подчесываю, чтобы у нас была цельная прядь. Потому что мы будем ее крепить, можно сказать, только с одной стороны. И нам нужно, чтобы она была плотненькая. Также фиксирую зажимчиком у основания. Растягиваю прядь, чтобы она была широкая. И работаю с лаком. И так попрядно я прорабатываю весь хвост. Делаю немного прядей, делаю их достаточно крупными, чтобы у нас элемент такой был покрупнее. Пучок точнее. И вот так вот делаю, пока все волосы из хвоста не закончатся. Все, мы проработали весь хвост. И теперь будем собирать сам пучок. Беру самую первую прядь и закручиваю ее вокруг хвоста. Одну часть, которая прилегает к голове, я закалываю шпилькой или невидимкой, чем удобно. А верхнюю часть я просто фиксирую временной шпилькой. То есть я просто вставляю шпильку, чтобы прядь не убежала обратно. Также делаю со второй прядью, подкручиваю ее, немножко оставляю пространство между прядями, чтобы был виден узор. И подкалываю внизу прядь к голове, а сверху фиксирую временной шпилькой. Беру следующую прядь, также завожу ее, оставляю немножко места между прядями. И фиксирую к волосам одну часть, а вторую, как вы видите, сверху просто зажимаю шпилькой. И вот так вот делаю полуоборот такой. То есть я сначала не завожу все волосы, кончики оставляю. Они у нас потом будут идти вот так вот по кругу. Поэтому сначала я делаю полуоборота, оставляю кончики, а потом уже буду работать с кончиками. И вот так вот прядь за прядью, сколько у вас там получилось прядей, вы фиксируете и пока что так оставляете. Пока у вас не закончатся эти все пряди. Итак, все пряди я завернула и теперь мы начинаем с самой первой, которая у нас в центре. Я беру с внутренней стороны, пробрызгиваю лаком и приклеиваю ее к последней прядке. И вот так вот прядь за прядью я приклеиваю вот так вот друг к дружке. То есть сделаю такой оборот. Каждую прядку пробрызгиваю изнутри и кончик подклеиваю лаком. Чтобы лак засох, пока он мокрый, а прядка может отлипать, вы фиксируйте шпильками. Потом вы их уберете. И вот так, как вы видите по кругу, я сколько хватает длины, так и закручиваю и фиксирую кончик, просто прилепляю его лаком к другой пряди предыдущей. Теперь я расправляю все прядки. Ставлю их в нужном положении, пробрызгиваю все лаком, чтобы ничего не отлипало. И беру шпильки и проштопываю теперь по кругу весь наш пучок, чтобы у нас все прочно держалось. То есть чтобы не просто красивая картинка была, а чтобы это еще и продержалось хорошо. Я просто беру и в разных местах, то по центру, то снизу, самого пучка фиксирую шпильками все. Также смотрю на рисунок внутри, где нужно, выставляю пряди, как мне нужно, и фиксирую лаком и оставляю так, пока лак не высохнет. Вот, форма мне нравится. Теперь я фиксирую все лаком и пока что оставляю временные шпильки. Чтобы было у нас уже совсем прочно, вы можете взять шпильку и пробрызгать ее лаком, и затем заколоть. То есть там лак внутри высохнет вместе со шпилькой, и она приклеится к волосам и будет все держать прекрасно. Потому что красота в прическе это хорошо, но она должна быть еще и прочная. Пучок я еще пробрызгала в конце жидким лаком, и пока он у нас высыхает, мы переходим к лицевой части. Опять мне на помощь приходит спрей воск. Это оказалось очень удобная вещь, потому что не нужно наносить, оно равномерно разбрызгивается, и очень круто все получается. Я несколько пшиков сделала сверху пряди и с внутренней стороны. Прочесала расческой с широкими зубчиками в ту сторону, в которую у нас будет уходить прядь. И как вы видите, вот у нас раскрываются вот такие вот прядки тоненькие. Очень красивый получается рисунок, который в принципе подходит под стиль нашей прически. Такими прядками. Чтобы прядка не упала, пока мы будем работать с другой стороной, я ее фиксирую палочкой. Кстати, очень удобная вещь. Купите, они помогают реально в прическе. И то же самое я делаю с другой стороны. Я прочесываю хорошо, наношу спрей-воск с обоих сторон и широкими зубчиками расческой прочесываю в сторону пучка. И как вы видите, растягиваю прядки. Я убираю левую прядку, чтобы первой на пучке зафиксировать вот эту. Потому что у нас рисунок идет как бы вправо. Так будет красивее, чтобы левая прядка перекрывала правую и уходила как бы вправо по рисунку нашего пучка. Фиксирую лаком. Также фиксирую эту прядку изнутри лаком. Пучок фиксирую лаком и приклеиваю к пучку прядку. И также закалываю шпильками. И вот теперь мы берем левую лицевую прядку и будем продолжать наш рисунок. То есть заводить ее направо. Вот так. Также взбрызгиваю изнутри прядку. Взбрызгиваю пучок, приклеиваю. И дорабатываю пучок. То есть поправляю, если где-то прядки завалились, пока я оформляла височки. Обязательно также все закалываю шпильками или невидимками. Фиксирую лаком. В конце наношу блеск и все. Главное не забыть вынять палочки, временные шпильки и все, что вы там оставили. И прическа готова. Вот такой вот очень необычный, интересный пучок получился. В таком классическом стиле мне очень понравилась эта прическа. Если будете пробовать, то отмечайте меня в инстаграме. Мне всегда приятно смотреть на ваши работы. Всех лайкаю. А также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Чтобы не потерять его, я снимаю видео уроки причесок. Так что, может быть, вам будет полезно. Ну вот и все. Еще одно видео подошло к концу. Очень не хочется с вами прощаться, но мы скоро увидимся в следующем видео. Так что, на сегодня у меня было все. С вами была Лозница Вика. Всем хорошего настроения и удачных причесок. Пока! И вот конец видео. Мне очень интересно узнать, кто досмотрел до конца. Если вы досмотрели до конца, ставьте плюсик в комментариях. Я буду знать, что вы мой преданный зритель. Мне будет очень приятно, правда. Все, больше вас не задерживаю. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok